Мы уже сталкивались с вами с идеей неопровержимых образцов. К неопровержимым относятся образцы, сопоставление с которыми всегда завершается успешно. Это символ подчеркивания, это формальный параметр переменной. Действительно, и в том, и в другом случае у нас при сопоставлении с образцом просто нет возможности перейти к следующему уравнению, потому что при сопоставлении с образцом наш образец не содержит никакой информации о том, как может произойти неудачное сопоставление. Однако есть еще третий тип неопровержимых образцов, это так называемые ленивые образцы. Ленивые образцы это обычные образцы, которые выглядят как конструктор с каким-то количеством параметров. Однако этим образцам предпослан значок тильбе спереди. Это означает, что сопоставление с таким образцом всегда должно завершаться удачей. И мы немедленно переходим к правой части уравнения, если у нас в нашем списке образцов встретился такой неопровержимый образец. Давайте перейдем к примеру, и мы посмотрим, как работают неопровержимые образцы. Перед нами реализация функции from maybe, которая принимает значение типа maybe и возвращает нам значение, которое лежит внутри контейнера just, если, конечно, в нашем значении типа maybe используется именно этот конструктор, или же прерывает выполнение программы сообщением об ошибке, если конструктор nothing. То есть это частичная функция, определенная таким вот образом. Давайте попытаемся переопределить эту функцию через ленивый образец. Поставим здесь значок тильды. Это означает, что независимо от того, что у нас лежит в контейнере maybe, либо just, конструктор just используется, либо конструктор nothing используется, независимо от этого у нас будет использоваться первое уравнение, и мы перейдем к правой части. То есть сам, почему этот образец называется ленивый? Потому что факт сопоставления с образцом, факт того, что мы должны вынуть из контейнера just какое-то значение, он происходит не в момент, когда происходит сопоставление, а откладывается на тот момент, когда соответствующее значение, ну, в данном случае x, будет использоваться в правой части. То, та реализация функции from maybe, штрих, которую я написал здесь, она не очень правильная, в том смысле, что второй образец является недостижимой. Если мы откомпилируем нашу программу демо, мы получим предупреждение о том, что сопоставление с образцом перекрывается. То есть у нас перекрываются значения одного и другого уравнения. Слово overlap обозначает именно это. Действительно, поскольку все значения подходят под неопровержимый образец, то значение nothing тоже подходит в этом случае. Ну, тем не менее, это всего лишь предупреждение, потому что мы можем использовать перекрывающиеся образцы и с позитивными целями. Мы это сейчас обсуждать не будем. Давайте попытаемся вызвать нашу функцию from maybe на значение типа nothing. Ну, потому что назначение, когда все упаковано, не значение типа nothing, а назначение nothing, конечно, назначение типа maybe. А from maybe, если мы вызываем первую функцию, назначение nothing, мы получаем ровно то сообщение об ошибке, которое мы закодировали здесь в этом случае. Однако, если мы вызвем вторую функцию from maybe' на значении nothing, мы обнаружим, что сообщение об ошибке другое. Оно звучит следующим образом. Неопровержимый образец завершился неудачей для образца just x. То есть, поскольку у нас образец неопровержимый, мы перешли в правую часть. Но поскольку никакого x у нас внутри значения nothing не лежит, то и вынуть его из контейнера типа maybe в этом случае невозможно. И поэтому сообщение об ошибке именно такое. Мы не добрались до второго уравнения. Более того, второе уравнение в этом определении просто лишнее. Оно совершенно не нужно, потому что никогда недостижимо при исполнении. Теперь, когда мы поняли, как работают ленивые образцы, мы должны научиться использовать ленивые образцы с пользой для дела. Где же они используются? Давайте напишем некоторую функцию. Это будет следующая функция. Это будет оператор, который обозначим 3 звездочки. И он будет делать следующее. Он будет принимать в качестве аргументов две произвольные функции. Функцию, скажем, из типа A в тип B и функцию из типа C в тип D. В качестве следующего, третьего аргумента, этот оператор будет принимать у нас пару значений. Первый элемент пары типа A, а второй элемент пары типа C. Наш оператор будет делать следующее. Он будет брать эту пару. Если мы посмотрим на элементы этой пары, мы обнаружим, что тип первого элемента этой пары совпадает с типом аргумента первой функции, а тип второго элемента пары совпадает с типом аргумента второй функции. Итак, наш оператор будет принимать две функции и пару и обрабатывать элементы переданной пары, соответственно, первой и второй функции. Первый элемент первой функции, второй элемент второй функции. И будет возвращать, естественно, пару обработанных значений. А что значит обработанных? Значит, после применения первой функции у нас получится значение типа b, а после применения второй функции значение типа d. То есть у нас будет возвращаться пара значений типа b, d. Таким образом, на языке типов мы фактически описали всю семантику этой функции. Осталось написать реализацию этой функции, которая не очень сложна. Мы, однако, напишем несколько версий реализации. Сначала напишем такую простую версию, совсем не использующую сопоставление с образцом. Точнее говоря, использующую в качестве образцов просто переменные. Итак, у нас есть функции f и g. Для функций мы ничего кроме идентификаторов написать не можем. Ну и, наконец, для пары мы используем переменную p. Что нам нужно сделать для того, чтобы реализовать эту функцию? Ну, ничего сложного. Мы должны вернуть пару в качестве первого элемента. У нас должна быть первая функция, то есть функция f, примененная к первому элементу пары. Ну, первый элемент пары мы можем найти с помощью проекции fst от нашей пары. Ну, та же самая история со вторым элементом пары. Здесь функция g должна быть применена к второму элементу пары, переданной в качестве аргумента. То есть используется функция проекции snd от p. Ну, вот такая реализация у нас вроде как должна работать. Давайте проверим, что она действительно работает. Сохраним. И перегрузим наш модуль. Все перегрузилось. Давайте проверим, как работает наша функция. Давайте используем этот оператор. Ну, давайте в качестве функции f возьмем функцию прибавления единицы. ssack. А в качестве второго аргумента возьмем функцию вычитания единицы. Spread. Дальше мы должны... Мы использовали этот оператор, то есть соединили два его аргумента. Еще нам нужно передать в качестве аргумента пару. Ну, давайте передадим пару из значений 5, 5. И мы получим пару из значений 6, 4. Действительно, все отработало так, как нужно. Первый элемент... К первому элементу пары применилась функция прибавления единиц. К второму элементу пары применилась функция вычитания единиц. Давайте мы теперь запустим нашу функцию на немножко других значениях. С немножко другими аргументами. Давайте зададим в качестве аргументов нашего оператора 3 звездочки функцию, которая полностью игнорирует значения своего аргумента. Это функция const. Но функция const это функция двух переменных. Мы свяжем первый аргумент. У нас получится функция одного аргумента. То есть функция const1 это функция, которая принимает аргумент, игнорирует его и возвращает всегда единицу. То есть функция const2 делает то же самое, но возвращает всегда двойку. Ну и давайте мы все это вычислим на той же самой паре 5,5. Ну мы видим, что пара 5,5 проигнорировалась. Все замечательно. Более того, из-за ленивой природы Хаскеля мы можем в нашей паре указать даже значения вот такие вот, undefined. Поскольку функции const1 и const2 игнорируют свои аргументы, то у нас опять вернутся значения 1 и 2. И наконец последний, третий пример. Мы можем вообще вместо пары передать значения типа, значения undefined. Все равно вернется 1 и 2 просто по из-за ленивой природы нашего языка. То, что не требуется у нас в вычислениях, то и не используется. В нашем случае не используется аргумент функции f и функции g, поэтому к паре не применяется никаких проекций fst и snd. И у нас получается функция хорошо определенная даже на значения undefined. Нестрогая функция получается у нас. Давайте мы теперь перепишем этот пример на языке сопоставления с образцом. Вместо того, чтобы здесь использовать в виде переменной пару, давайте мы просто напишем здесь образец пары. Напишем здесь x и y пара. Тогда нам не нужны будут уже функции проекции. У нас здесь будет гораздо более простая правая часть. f примененный к x, примененный к первому элементу пары. Ну а здесь g примененная к y. Вот такая вот версия. Выглядит полностью эквивалентной нашей предыдущей версии. Там мы использовали переменную в качестве аргумента и проекции для разбора пары. А здесь мы используем образец пары. И никаких проекций нам уже не нужно. Первый и второй элемент связаны у нас с переменными в левой части. Давайте сохраним нашу работу и выполним перезагрузку модуля. Давайте теперь вызовем наши функции, те, которые были, еще раз. На значениях 5, 5 все работает хорошо. На паре undefined undefined все тоже работает хорошо. Просто потому что, хотя переменные x и y связались у нас с значениями типа undefined, но функции f и g игнорируют свои аргументы и поэтому все отрабатывают. Но, к сожалению, последний пример, который у нас был, когда мы вызываем нашу вот это вот выражение прямо на значение undefined, перестает работать. По понятным соображениям. У нас здесь должно произойти сопоставление с образцом. Функции f и g связывают с переменными. Здесь нет никакой возможности завершить что-то неудачи. Сопоставление с переменной всегда завершается удачей. А вот здесь вот у меня происходит сопоставление конструктора пары со значением undefined. И понятно, что для того, чтобы произвести такое сопоставление, чтобы связать x и y с элементами пары, нам нужно вычислить это выражение до слабой заголовочной нормальной формы. Но как только происходит обращение к значению типа undefined, так у нас здесь возникает расходимость. Что же делать? Как спасти ситуацию? Дело выглядит так, что сопоставление с образцом хуже, чем предыдущая версия. Оказывается, нет, не хуже. Просто сопоставление с образцом вносит, как известно, некоторую энергичность. Некоторые вычисления должны происходить для того, чтобы сопоставление с образцом происходило. Но, к счастью, у нас есть только что изученные нами ленивые образцы. Здесь мы можем добавить тильду, и поведение, которое у нас было в первой версии нашего оператора, восстановится. Действительно, этот образец ленивый, и его сопоставление с ним происходит удачно, а его разбор происходит в правой части, когда нам потребуются значения x и y. Но в нашем случае значения x и y нам не требуются, потому что именно так определены наши функции f и g. Но, действительно, давайте сохраним нашу программу, перегрузим модуль, перезагрузим, и запустим опять наш стандартный вызов, который в прошлом случае приводил на нас к проблемам. Вот, мы видим, что все завершилось удачно, интересующее нас поведение восстановлено.